уважаемые друзья пожалуйста подписываемся на канал и поддержите его лайком а я приветствую вас на моем канале сегодня мы с вами узнаем что есть несколько версий где на самом деле находится дом бога спорный исследователь утверждает что местом иерусалима где бог изберет обитель не был знаменитый храм на горе мария храм в иерусалиме также известный как гора мария традиционно считается местом где бог изберет обитель является центральным духовным ориентиром в еврейской исламской и христианской религиях а сохранившаяся западная стена сегодня является самым святым местом для соблюдающих иудаизм евреев но исследователь циви кенигсберг теперь предполагает что алтарь найденный на горе был является настоящим местом обитания бога теория которая бросает вызов историческому религиозному и мифическому наследию не только иерусалима но и иудаизма не будет ли настоящее место неправильно понято верующими еврейские легенды описывают храм разрушенный как вавилонинами так и римлянами и поэтому он представляет собой божественное обещание и напоминание о способности евреев выстоять и восстановить себя несмотря на чрезвычайные трудности в исламских традициях мухаммед пророк ислама прилетел на крылатом коне к храму прежде чем взлететь на небеса а в христианском новом завете иисус выгнал ростовщиков из храма согласно сообщению в джусалом пост именно из-за того что еврейский храм включает в себя мечеть акса третье по значимости место в исламе которая в настоящее время находится в видении ордане вокруг этого здания разворачиваются серьезные богословские политические и военные конфликты второзаконие глава 26 стих 2 о другом месте на западном берегу кенигсберг работал под руководством покойного археолога адама зерталя который согласно статье смитсоновского института обнаружил библейскую гору и был на западном берегу где народ израиля появился во время завоевания земли обещанный им библейским богом зертал обнаружил то во что он верил при смерти настоящий алтарь построенный джошуа новином преемником моисея но многие археологи указывали на явные архитектурные различия между этим местом и библейскими описаниями тем не менее кенигсберг выводит утверждение своего наставника зерталя на совершенно новый уровень предполагая что гора эбл они гора марио в иерусалиме была фактическим местом упомянутым в торе и это напрямую бросает вызов духовному превосходству связанному с иерусалимом и посылает волны разрушения на четыре столетия изучения библии в библейской книге второзаконие место который изберет господь бог твой упоминается более двадцати раз из семнадцатого века было принято считать что именно храмовая гора в иерусалиме было предназначенным богом местом для поклонения евреев в торе говорится что после того как иисус новин воздвиг свой алтарь для религиозного поклонения он был перенесен в селома это храм построенный соломоном но кенигсберг утверждает что зерталь обнаружил место второзакония предполагает что книга была составлена во время завоевания ханаана евреями и следовательно является древнейшим источником использованным для составления библии но не все согласно с его доводами абсолютно невозможно даже после обнаружения вырезанной таблички с надписью здесь был иисус новин чтобы каждый ученый принял эту спорную новую теорию и еще в восьмидесятых годах и когда зерталь предположил что гора и был была настоящим местом где иисус новин построил свой алтарь археолог израэль фенкельштейн раскритиковал его сказав что он нашел всего лишь башню для охраны полей согласно статье в джиусалом пост американский археолог лоуренс стейджер посетил гору эбл в 1984 году и сказал что если зертал был прав ему и всем его коллегам нужно вернуться в детский сад а учитель зертала профессора арон кампинский стеля вивского университета пожаловался что мнение зертала поощряло поселенцев чувствовать что евреи имеют право на район сихем кенигсберг представит свои доказательства на лекции в музее библейских земель в иерусалиме в среду вечером 30 октября в 19 часов 30 минут вечера и по словам скандального археолога самое главное что теперь у нас есть археологическая находка которая совершенно определенно показывает что в торе есть хотя бы крупица истины опять же оскорбляем многих людей которые считают тору источником всех истин а я с вами уважаемые друзья увижусь в следующем видео и спасибо вам огромное за лайки и подписку ваше терпение и увидимся на руинах и я желаю вам удачи и здоровья и приходите пожалуйста ищи